Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. За последние пару дней опять-таки скандал. Скандал между Татьяной Анатольевной Тарасовой и Родниной. Прославленный фигурист, прославленный тренер. Роднина в Госдуме. Тарасова занимается своими делами. И вы знаете, Тарасова была тренером Родниной. И между ними вспыхнул скандал. Губерниев прокомментировал этот скандал. Сказал, что у них полно скелетов. Но он близко общается с обеими. Спортивный комментатор Губерниев прокомментировал конфликт тренера Татьяны Тарасовой. Трехкратно олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Отметив, что у них, у обеих есть скелеты в шкафу. Значит, в прошлом году в одном из интервью, из-за чего все началось, Роднина заявила, что у Тарасовой вздорный характер. Она рассказала, что просила Тарасову отпустить работать с ней хореографа Елену Черкасскую. Но тренер была против. Тренер ответила, что Роднина отправляла Черкасскую на соревнования, несмотря на тяжелую болезнь. Роднина в комментарии «Спорт-24» возразила, что хотела работать с хореографом аж в 1981 году, когда со здоровьем у нее еще все было в порядке. Черкасская умерла в 2001. Роднина заявила, что у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. Позже Тарасова заявила «Спорт-экспрессу», что Роднина именно в 2001 году отправляла Черкасу на игры доброй воли, хотя хореограф тяжело болела раком. Она назвала олимпийскую чемпионку Роднину «законченной дурой». То есть хореограф Черкасская, и Тарасова говорит, она хотела ее в команду, чтобы она ее тренировала. Роднина говорит, что это было в 1981 году. А Тарасова говорит, что никаком не в 1981, а это было в 2001 году. И называет ее «законченной дурой». В любом случае, Губерниев говорит, такие конфликты были и будут. Если люди становятся популярными, это неизбежный суд все происходящее вокруг них, и так далее. Они многие годы работали вместе. Вы знаете, что я хочу сказать? Здесь можно много не читать, много не анализировать. Есть всего одна непреложная истина. Роднина там сидит в первом или во втором ряду в Госдуме. И периодически она... Ну, у них даже, вы помните, с Жириновским, хотя это человек, может быть, и не тот, которого можно в данном случае там... Не то, чтобы приводить в пример, на примере которого показывают, что... Но, тем не менее, она им не давала выступать, хотя по регламенту, когда выступает человек, все остальные молчат, а потом уже могут задавать вопросы. Вот она сидела и бубнила. И помните, чем все кончилось? Взаимными оскорблениями, прёками и так далее. То есть она сидит прямо вот здесь, у кого трибуны, и не даёт людям говорить. Здесь, опять-таки, у меня вот... Моё мнение какое? Я скажу прямо. Она подопечная Тарасовой. Тарасова её тренер. И, как мне кажется, стоило бы её уважать. Даже если там были... А вы знаете, всегда... Вот, к примеру, возьмите Ирина Виннер. Я очень, очень люблю этого человека, уважаю этого человека. В каком смысле люблю? Ну, просто как личность, да? Которая воспитывает девочек в художественной гимнастике. Ну, разве она не жёстко воспитывает? Очень жёстко. Очень. Но кроме слов любви, никто о ней не сказал плохо. Ни разу. Сколько она воспитала? Кабаева, Канаева, там... Полно. Я даже не перечислю всех, кто там выигрывал. Лисану Тяшеву. Все подряд. Вопрос заключается в том, что все говорят только хорошее. И Роднина, мне кажется, учитывая, что она... Вот почему, ещё раз скажу, человек до того, как попасть в Госдуму, не сказал ни слова плохого ни о ком, а посидев в Думе, начинает поливать грязью прославленного тренера и своего тренера, с которым стал олимпийской чемпионкой. Почему другие люди, когда они, как Мясников, например, ведут программу, и они полюбились зрителям? И люди разочаровываются, когда слышат, когда он говорит, соответственно, такие вещи о том, что самоизоляция... Ну, вы же хотели пить водку, вот и сидите дома. Или любите своего президента, а если нет, засуньте свой язык на то, на чём сидите. Или удавитесь. Да? Соловьёв мой лучший друг, как он говорит, и я этим горжусь. Когда его назначили главой штаба по информированию населения о коронавирусе. Почему люди, когда приходят во властные структуры, они начинают вот так себя вести? Что они чувствуют? Они чувствуют власть, безнаказанность, я уже задавался этим, вседозволенность. Что они чувствуют? Почему они так начинают вести себя по отношению к людям? Поэтому в этом конфликте, я считаю, что нет правых и виноватых. Но если со стороны смотреть, я считаю, что Роднина просто должна быть всячески, со всяческим уважением относиться к Татьяне Толь-Тарасове как к тренеру. Потому что тренер это вторая мама, папа и так далее. И о родителях ведь не говорят вот так, люди, которые так скажем, воспитанные. Есть дети, которые смогут родителей сдать в дом престарелых и так далее. И такие, как правило, подвергаются не как правило, а в нормальном обществе подвергаются осуждению. Ну, если, конечно, родитель сам не хочет. Бывает такое. Ну, а они, бывает, могут сдать просто, чтобы не навещать, могут, так сказать, чтобы завладеть жилплощадью и так далее. И так далее. Но здесь, я считаю, она тренер Тарасова. Она тебе дала все. Но я считаю, что родина, посидев в Госдуме, опять-таки, как все происходит у нас, уже считает, что она может пойти против легенды, легенды фигурного катания. Хотя сама стала легендой благодаря этому человеку. Некрасиво. Некрасиво получается. Пишите ваши комментарии, что думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, ребят. До встречи.